Одесский городской совет нового созыва утвердил регламент и состав постоянных комиссий. Оба вопроса вызвали споры в зале. В частности, представители ОПЗЖ и партии Шария требовали вопреки нормам действующего закона внести в регламент норму о рабочем русском языке, ссылаясь на статью Конституции. Однако депутатский корпус решил не нарушать закон и предложение не поддержал. Отмечу, что городской голова на украинском языке сессию практически не ведет, а диалог с депутатами поддерживает исключительно на русском языке. Касательно персонального состава постоянных комиссий, претензии также были у ОПЗЖ, а именно недовольство вызвало недостаточное, по их мнению, присутствие оппозиционеров в комиссиях по бюджету и финансам и земельной, а также некоторых других. Пожелания депутатов от ОПЗЖ частично учли. Также удалось избрать секретаря совета. Им стал представитель фракции «Слуга народа» Игорь Коваль, ректор Одесского национального университета имени Мечникова, который до конца года осложит полномочия руководителя учебного заведения. Отметим, что оппозиционеры вообще не участвовали в этом голосовании. Я хочу сказать слова вдячности всем, кто проголосовал за меня и однозначно подкреслите, что я налаштован и безумовно співпрацювать с абсолютно всеми депутатами, всеми фракциями. Я очень благодарен за эту возможность. И так же, как и вы, налаштован и буду працювати для того, чтобы мы продолжили будувати Одесу як комфортне, як приємне и безпекове місто для кожного десыта. Еще одно резонансное назначение депутат утвердили первого заместителя городского головы. Им стал представитель ОПЗЖ Михаил Кучук, который занимал должность вице-мэра еще во времена Эдуарда Гурвица. Тогда он был куратором главным образом строительной сферы. Собственно, аналогичное направление работы закреплено за ним и сейчас. Хотела бы настаивать на том, что вас.